Это библейский портал Экзегет, и мы отвечаем на ваши вопросы. Пришел вопрос, обязательно ли всем всегда и всегда говорить только правду, ведь иногда это может очень ранить, обидеть человека. Действительно, вопрос важный, потому что мы с вами знаем, что Евангелие запрещает лгать нам. И Господь говорит, что отец лжи есть дьявол, поэтому ложь запрещена, и она никогда ничего хорошего не несет. Знаменитое такое словосочетание «ложь во спасение» есть, собственно говоря, наверное, какое-то богохульство, потому что на самом деле такого быть не может. Нет, спасение – это правда, Христос – это истина, Он сам себя так называет. Поэтому здесь не может быть двух мнений. Другое дело, как сказать эту правду. Если мы с вами вспомним слова апостола Павла, который говорит, что если брат согрешает против тебя, ты такого брата вразумляй и дальше добавляй духом кротости. Вот этот дух кротости, он как раз и есть тот проводник, который поможет человеку правду принять, хотя она может быть нелицеприятна. И мы с вами видим, особенно из житий святых, и оптинских старцев, преподобного Серафима Саровского, всех тех, кто много, и Иоанна Кронштадтского, всех, кто много общался с людьми. Могли они сказать правду? Безусловно, только правду они и говорили. Но людей обижали они? Нет, не обижали. Почему? Потому что сами имели вот этот дух кротости, смиренным сердцем говорили человеку. Когда мы сами гордимся, то получается, что наша правда, она действительно ранит, обижает, уязвляет человека. Поэтому какой выход здесь? Выход только один. Либо стараться промолчать тогда, когда мы видим, что внутри мы осуждаем, возмущены человеком, его поведением и так далее. Либо искать, просить у Бога, вот это верного настроения души. Когда душа не осуждает другого, когда она сочувствует, сопереживает человеку, который ошибся. Это сложно сделать, я понимаю. Но сказать о том, что нужно лгать и нельзя говорить правду, это значит сказать, что Евангелие содержит какую-то ошибку, что невозможно. Поэтому по евангельскому слову обязательно говорить правду, но только тому, кто сам в состоянии эту правду сказать другому. А мы же, если не в состоянии, то лучше промолчать тогда и не отвечать на вопрос. Или прямо так сказать, что я не могу ответить на вопрос, я не могу это сказать, потому что это правда. Мы не можем сказать, потому что у нас строй души из-за наших страстей, особенно гордость, самолюбие. Вот он такой строй души, что мы пока не понимаем, не чувствуем человека, не уважаем, не любим его настолько, чтобы сказать ему правду так, чтобы она его не ранила. Поэтому вот, наверное, ответ такой будет на вопрос, что правду говорить обязательно всегда, но только тогда, когда мы сами можем сказать ее достойно, так, чтобы человек ее принял. В ином же случае лучше промолчать и не отвечать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.